всем привет вы слышите лёшу халецкого и это обзор на игру down of andromeda игра вышла 4 мая но до этого была в раннем доступе поэтому я вам показывал стрим примерно месяц назад это глобальная 4x стратегия в космосе вообще за последний год почему-то космическая тема стала превалирующей среди стратегий уже и вышли мастер of orion и стелларис и galactic цивилизейшн с 3 да и beyond the earth от сида мэйра можно считать космической стратегии подано не в космосе но все равно на такую космическую тематику скоро выходит endless space 2 и самое интересное что все равно не ощущаешь пресыщение подобными стратегиями потому что каждая из этих игр интересно по-своему в каждом из этих проектов есть своя фишка и на самом деле я не ощущаю между ними конкуренции даст и ларис конечно офигенен это новый шаг для стратегий вперед но это не значит что надо играть только в него и вот выходит down of andromeda и пожалуй это первый провал за последние годы для космической стратегии во-первых эта игра больше всего похоже именно на стелларис потому что она в реальном времени происходит они пошаговом режиме но при этом механика практически полностью взята из мастер of orion хотя нет я конечно вру не прям полностью уже взяла здесь есть много своих интересных идей но проблема с интерфейса мог уже этот интерфейс в глобальной стратегии графика которая не только устарела но и каким-то невероятным образом умудряется утомлять игрока все это в совокупности просто утомляет и самый главный недостаток down of andromeda в том что в нее не весело играть в этом кстати она чем-то похожа на галактик цивилизейшн с 3 но последняя хотя бы неплохо выглядит а в down of andromeda просто ужасный по моему дизайн местные инопланетяне страшны не потому что так задумали дизайнеры а потому что они нарисованы отвратительно тут даже человеческая раса неприятно выглядит как я и сказал механика игры похоже на смесь стеллариса и пошаговой стратегии но вот на примере down of andromeda видно насколько правы были гейм дизайнеры стеллариса когда упростили экономическую модель в своей игре потому что down of andromeda после стеллариса выглядит эдаким перегруженным монстром и и в том месте где стелларис динамичен down of andromeda ползет как черепаха вы тратите намного намного больше усилий времени на выполнение рутинных задач игра вас просто не развлекает и в итоге получается что вы тратите больше времени для достижения меньшего результата вообще от игры ощущение как будто это не современный продукт а скорее она вышла где-то в середине нулевых вы можете мне возразить что вот же был год назад мастер ориона который вообще ремейк игры середины 90 все так но аргентинские разработчики с любовью подошли к конверсии и мастеров райн выглядит в любом случае очень современно а геймплей перенесен бережно и с некоторыми интересными добавлениями и в любом случае та игра не особо то и амбициозно down of andromeda же конкурирует с очень даже серьезными игроками и проект должен предлагать нам с вами что-то необычное захватывающее чтобы нам было интересно в нем разбираться чтобы мы нашли время отвлечься от стеллариса или даже от шестой цивы нам же предлагают очень неспешный геймплей я даже ради интереса просто взял на 20 минут ушел своими делами заниматься вернулся и увидел что у меня в принципе ничего и не изменилось в моей империи настолько все неспешно я уже через силу себя просто заставлял в это играть чтобы хоть как-то разобраться в игре и более объективно сделать обзор но я честно говоря не понимаю зачем мне это надо зачем вам надо в это играть сегодня есть куча альтернатив может среди моих зрителей найдутся те кто распробовал down of andromeda объясните мне тогда в комментариях что я пропустил но я не вижу действительно ничего стоящего моего времени в этой игре по этому поводу очень забавно читать рецензии на down of andromeda на всяких игровых сайтах потому что среди журналистов на самом деле очень мало толковых ребят которые разбираются в пошаговых стратегиях и рефреном почти через все эти рецензии идет такой посыл что мол down of andromeda такая глубокая стратегия что если вам нравится разбираться в больших глобальных стратегиях если вы любитель пошаговых стратегий то скорее всего она вам очень даже зайдет а вот тем кому понравился стеларис или кто любитель стратегии в реальном времени она будет слишком медленно вот сразу видно что любителям пошаговых стратегий относятся как-то пренебрежительно как будто не такие знаете слоупоки и ботаны которые тратят кучу времени чтобы разобраться в какой-то мелкой механике мы же с вами понимаем что это совершенно не так на самом деле любая игра может заинтересовать любого человека если она интересна ту же циву играет очень много людей на низком уровне сложности не разбираясь в стратегиях там не понимая я не ставят города но их затягивает сам процесс и не обязательно им разбираться во всех тонкостях цивилизации что получать от нее удовольствие то же самое касается и стелариса там просто интересно быть инопланетянином злым инопланетянином добрым религиозным и так далее люди играют в игры не для того чтобы побеждать компьютер на последнем уровне сложности разобраться во всех механиках а потому что им нравится сам процесс играния как и книги мы читаем не для того чтобы их наизусть выучить а фильмы смотрим не для того чтобы рассмотреть и навсегда запомнить какой макияж на героине или технику поцелуя главных героев нам хочется сопереживать нам хочется погружаться в этот мир но если мир скучный и заставляет нас долгое время делать скучные вещи нам это просто быстро надоест не надо относиться к игрокам в пошаговые стратегии как каким-то фриком которым хочется играть в математические формулы без всякого визуального ряда почему эти рецензенты не могут честно признаться что игра скучная я не понимаю что это за отсылки к любителям пошаговых стратегий но надо наверное все таки рассказать о интересных нововведениях в игре по моему мнению их тут всего два ну прям таких больших которые интересно было бы увидеть и в других играх кстати это во первых совет в некотором роде он похож на то что мы видели в urban empire хотя это не такое голосование в совете а скорее смесь голосования и лидеров из стеллариса и этот совет дает не только бонусы но и штрафы империи кроме того они набирают опыт как герои в endless legend или в endless space ну то есть такой дополнительный слой стратегии он интересен плюс мне еще понравилось как тут реализовано строительство всего и вся в ваших колониях на ваших планетах вы не не по очереди строить а сразу все вместе просто распределяя уровень производства которые вы отдаете той или другой постройки по идее этот механизм должен был как раз сделать игру более динамичной но так как все остальное очень медленно и скучно это на самом деле это находка теряется вот в сонном геймплее все остальное down of andromeda да еще забыл отметить что на способности совета влияет ваше поведение в игре как вы там воюете либо наоборот мир заключаете то есть это не какие-то статичные болванчики они реагируют на ваше на ваши действия хотя с другой стороны примерно то же самое будет реализовано в endless space 2 причем судя по раннему доступу там это сделано еще интереснее в общем подводя итог конечно я мог бы сказать что down of andromeda пала жертвой высокой конкуренции слишком много вокруг хороших проектов по космической тематике но на самом деле это не так игра скучно сама по себе я не думаю что вам надо тратить время я потратил свое время чтобы об этом рассказать и собственно для этого и существует всякие обзоры игр если не верите посреди мой стрим на ранний доступ в релизе на самом деле мало что изменилось больше добавили возможностей но вот это тягомотно это развитие который вы видите на стриме она никуда не делась так что проходите мимо ждите endless space 2 запускайте стелларис а down of andromeda просто прекрасный пример плохой космической 4x стратегии на этом все не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео вы слышали лёшу халецкого и играйте в умные игры и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok